Более ста тысяч россиян переехали в Грузию с марта этого года, спасаясь от войны, мобилизации и экономической нестабильности. В стране с населением менее четырёх миллионов к такому наплыву мигрантов относятся по меньшей мере с опасением. Но для экономики страны это стало неожиданным подарком. «Мы ожидали, что это будет иметь много негативных последствий, потому что Грузия довольно сильно зависит от соседних стран, включая Украину и Россию, в плане внешней торговли, денежных переводов и туризма. Но оказалось, что эффект совсем другой, он оказался положительным». Ещё весной международные финансовые организации предсказывали Грузии, что война в Украине нанесёт серьёзный удар по её экономике. Но вместо этого наблюдается потребительский бум и стабильный экономический рост. Скромная грузинская экономика размером в 19 миллиардов долларов имеет шанс стать одной из самых быстрорастущих в мире, опередив быстроразвивающиеся рынки, такие как Вьетнам, и экспортеров нефти, например, Кувейт. «С экономической точки зрения дела в Грузии идут очень хорошо. Если говорить о росте ВВП, то в 2022 году рост составит минимум 10%. Это обусловлено различными показателями, как экспорт, денежные переводы, приток туристов. Это основные факторы экономического роста. И я думаю, что, вероятно, это продолжится и в 2023 году». По оценкам, около половины прибывающих в страну россиян работает в сфере IT. Многие перевозят в страну свой бизнес и накопления. По данным Центрального банка Грузии, с апреля по сентябрь россияне перевели в Грузию более 1 миллиарда долларов. Это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого, 2021 года. Всё это помогло поднять грузинский лари до самого сильного уровня за три года. Но наплыв россиян имеет и негативные последствия. Аренда жилья в Тбилиси выросла на 75%. Это вызывает недовольство местного населения. «Цены не только не на недвижимость, но и цены в принципе в магазинах выросли очень серьёзно. И для меня по-прежнему остаётся загадкой, как при размере нынешних пенсий, стипендий и заработной платы люди могут себе позволить ходить по-прежнему в магазин и закупаться. То есть расслоение стало очень большим. Это прямо очевидно. Это бросается в глаза. Выросли цены на бензин, но они здесь в принципе постоянно более-менее растут. И в Тбилиси, конечно, очень негативно воспринимают всех приехавших, потому что считают, что причина, конечно, именно в них». В грузинском обществе сильна солидарность с Украиной и свежа память о войне 2008 года. 20% территории страны до сих пор находятся под оккупацией. Наплыв приезжих из России может привести к росту социальной и политической нестабильности внутри страны, предупреждают политологи. «Я считаю, что это усилит поляризацию в Грузии. В стране и так очень поляризированная политическая система. И общество также очень-очень поляризовано, особенно, когда речь идёт о России. Существует раскол между правящей партией, грузинской мечтой и оппозиционными партиями, которые говорят, что в настоящее время у власти находится пророссийское правительство. А те, в ответ, наоборот, говорят, что Запад пытается втянуть Грузию в эту войну против России. Я думаю, что рост числа русских и российского присутствия в Грузии приведёт к большему недовольству ими». Пока экономика страны лишь выигрывает от приезжих россиян. Но останутся ли они здесь надолго? Эксперты призывают правительство Грузии использовать дополнительные налоговые поступления для погашения долгов и создания резервов в иностранной валюте. Пока это возможно.